Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня, по вашим просьбам, я приготовлю булочки-сметаники, или же, как их ещё называют, ватрушки со сметаной. У меня готово дрожжевое сдобное тесто. Подробное его приготовление вы сможете найти под этим видео по ссылочке. Для начинки мне понадобится сметана, яйца, масло, сахар и ванилин. И ещё, конечно же, мука или крахмал. Это уже по желанию. Начинку я буду готовить уже после того, как у меня подойдут ватрушки. Так что, пока всё это отставляю в сторону, займусь тестом. Разделывать тесто, как всегда, я буду на подсолнечном масле. И делить я его буду по 80 грамм. Если вы хотите получить ватрушки более большие, значит, можно поделить по 100 грамм теста. Смотрите, какое красивое, пористое, жёлтое, сдобное тесто. Замесила я его на стакан молока. Единственное отклонение. Я добавила муки сюда, не 800 грамм, а 700, чтобы тесто было более пышное, более мягкое. Так как в этой булочке не нужно, чтобы были чёткие границы или какой-то чёткий рисунок, значит, можно тесто замесить помягче. Делю тесто по 80 грамм. Такое вот мягкое, эластичное, приятное тесто. Теперь это тесто нужно подкатать в кругленькие шарики и разложить на противень. Железный противень я просто смазала подсолнечным маслом, а малированный покрыла пергаментной бумагой. Вот такие вот получаются круглые шарики. Получилось у меня 17 кусочков. Разложила я их вот так вот на противенье по 6 штук. На вот таком вот расстоянии, чтобы было куда ватрушки подходить. Ну и теперь, пока тесто подходит, можно сделать начинку. Сразу смешаю сухие ингредиенты. Высыпаю 2 столовые ложечки муки с небольшой горкой. Добавляю сюда ванилин. У меня чистый ванилин. Возьму его немножко. Всё это просею. Высыпаю сюда сахар. Размешать до однородности, чтобы мука полностью размешалась с сахаром. Добавляю сюда яйца. Теперь масло. Масло должно быть комнатной температуры. Не обязательно его нагревать до жидкого. Теперь всё это нужно смешать со сметаной. Смотрите, получилась вот такая вот однородная масса. Гладкая, без комочков. Обязательно накройте ватрушечки салфеточкой. Или смотрите, чтобы на кухне не было сквозняка. Чтобы булочка не взялась корочкой. И уже время пришло включать в духовочку. Температура 220 градусов. Теперь всё это хорошо нужно вымесить. Тоже до однородности. Если вы любите начинку более сладкую, добавьте сахар. Можно попробовать и добавить сахар по вкусу. Такая вот приятная получается начинка. Не жидкая, не густая. Если у вас тесто, как у меня, не помещается на листике, можно сделать таким образом. Возьмите любую подставочку, или пластик, или досточку. И на пергаментную бумагу можно это тесто раскатать. Или переложить круглым. А потом, когда оно подойдёт, аккуратненько с пергаментом перетянуть на освободившийся листик. Эти ватрушечки я хочу сделать немножко по-другому. Я тесто чуть-чуть раскатаю. Вот таким вот образом они у меня будут подходить. Потом, когда освободится листик, я аккуратно пергамент просто перетяну на листик. Тесто подошло. Подходило оно у меня 20 минут. Смотрите, чем лучше подойдёт тесто, тем легче его будет раздавить. Я буду давить его стаканчиком. Но если вдруг тесто перейдёт, этого нельзя допустить. Потому что вы будете давить тесто стаканчиком, оно, конечно, осядет и больше у вас не поднимется. При перекисании теста, вот если оно переходит, тесто перекисает, дрожжи теряют свою силу, и уже получится у вас ватрушка не пышная, кругленькая и румяная, а такая дряхлая, в ямочках, очень некрасивая. Так что смотрите за тестом. Долго его не выдерживайте. Увидели, что оно увеличилось в объёме где-то в 2 раза, минут 20. Пусть оно у вас постоит, посмотрите на него. И уже можно формовать ватрушечки. Стакан должен быть сухой, донышко стакана. Я его макнула вот в муку. И теперь вот таким вот образом посередине раздавливая. Вот такая вот получается ватрушка. Прижимайте хорошо до самого листика. Прокручивайте стаканчик. Прижали. Вот так вот его прокрутили немножечко. И тогда у вас и выемка остаётся для начинки такая вот чёткая. Следите всё время, чтобы на кухне не было сквозняка. Когда вы печёте дрожжевое тесто, из-за сквозняка может появляться корочка, и тесто тогда не подходит. Корочка ему не даёт подойти. А если на кухне тепло, тесто хорошо подходит, корочки нету, оно легко поднимается. Вот так вот немножечко пальчиком поправить. И всё. Теперь пришло время смазать эти ватрушки. Смазывать я их буду желточек и немножечко воды. Кстати, под этим видео будет ссылочка на то, как приготовить смазку для красивой колеровки. И теперь, пока нет начинки, можно смазать ватрушки. Ещё хочу вам показать один нюанс. Вот первый раз вы раздавили стаканчиком, второй раз можно ещё раз пройти и сделать вот это вот место для начинки побольше. Ещё раз продавить стаканчиком и смотрите, какая получается ватрушечка. Место, конечно, для начинки здесь побольше. Теперь пришло время разливать начинку. Смотрите, она постояла, жидкая не стала. Вот такая вот приятная масса, не густая, не жидкая. Это можно разливать, разливать можно ложечкой, а можно вот таким вот апполонечком. Теперь этим ватрушкам нужно постоять ещё минут 5-7, пока засохнет смазочка. Пока вы вот так вот попробуете и почувствуете, что она уже сухая, не мокрая, к пальцу не липнет. Тогда их можно уже ставить выпекать температура 220 градусов. Теперь можно продавить второй раз. Тогда тесто не так будет съезжаться. И вот смотрите, сколько остаётся места для начинки. Вот ватрушечки только с духовки. Выпекались они 18 минут при температуре 220 градусов. Вот так вот они выглядят. Начинка повыше, чем ватрушка. Но они ещё горячие, и начиночка такая немножечко жидковатая. Но когда ватрушка остынет, начинка станет, конечно же, такая чуть-чуть плотнее. Несмотря на то, что они только с духовки, смотрите, какие они мягенькие. Не хочется сейчас их очень давить, потому что начинка ещё не совсем остыла. Вот теперь, когда у меня листик один освободился, видите, это тесто уже подошло. Я теперь аккуратненько вытягиваю этот пластик с-под пергаментной бумаги. Вот он. И у меня уже тесто на противне. Смотрите, оно не село, ничего. Осталось только его подавить и начинить начинкой. Вы видите, это шарики более такие вот широкие. И место для начинки тоже можно сделать побольше. Можно взять посуду с широким дном, а можно и стаканчиком пройтись потом несколько раз и расширить эту выемку. Вот выпеклись последние ватрушечки. Посмотрите, какая разница. Или кругленькими их делать, или вот такие более плоские. Эти ватрушки высокие, видите. И начиночки здесь, наверное, немножечко меньше. И посмотрите, какие эти. Красавицы. Начинки много. Смотрите, они только с духовки. Такие мягенькие. На кухне стоит такой молочно-ванильный аромат. В общем, уже очень хочется их скушать. И смотрите, несмотря на то, что я их перекладывала с листика на листик, вот на бумаге, тесто ничуть не присело. Сейчас подзвину, чтобы вам было лучше видно. Тесто не присело. Смотрите, какое оно гладенькое, пышное. Если тесто садится, оно такое, знаете, побитое. И колеровка такими пятнами идёт. Не гладкое и не блестящее. Ну, видно, что ватрушки красивые. Начинки много. Так что выбирайте, какой вам способ больше понравится. Вот рядышком эти лежат. Так что смотрите, пробуйте, готовьте. Ну, немножко ватрушки остынут. И посмотрим, какие они внутри, как ведёт себя начинка. Кстати, эта начинка даже похожа на заварной крем. Такая жёлтая. И консистенция у неё такая не густая и не жидкая. И пахнет так молочно-ванильный аромат приятный. Ватрушки остыли. Теперь можно посмотреть, какие они внутри. Это первые два листа. А это вот последние, которые более плоские. Эту ватрушечку я уже разрезала. Сейчас посмотрим, какая она. Тесто очень мягкое. Посмотрите, как хорошо сохраняет свою форму начинка. Смотрите, какое мягкое тесто. Мягкое, пористое. И начиночка никуда не выпадает. Какая выпечка. Посмотрим, какое донышко. Вот такие вот ватрушечки со сметаной можно сделать. Ну и сейчас сравним с последней ватрушкой. Здесь, конечно, начинки побольше. Видите, сколько здесь места занимает начинка. И тоже тесто очень-очень мягкое. И, в общем, пышная, хорошая выпечка. Получились вот такие вот пышные, вкусные, румяные и ароматные ватрушки. Смело пользуйтесь этим рецептом. Здесь вкусное и тесто, и начинка. Радуйте своих близких. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok